И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, наконец-таки, игрового формата, наконец-таки, это основа, это не какие-то там мульты или еще какие-то другие замечательные аккаунты. Наконец-то мы возвращаемся к полноценным тем видеороликам, которые вам жестко нравились, да, по вооружениям, по обзорчикам, по определенным каким-то устройствам, вооружениям, где я вот сказывал свою точку зрения, возможно, выдвигал какое-то определенное вооружение и говорил, что оно там имбовое, покупаете, реализуете, либо же как-то критиковал какое-то. В общем и целом, наконец-то мы возвращаемся, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Набирает 150 лайков, выходит следующий видеоролик, посвященный данной замечательной и интересному формату. Сегодня у нас на повестке дня Hornet Ricochet, это рикошетик с адреналином, главное, конечно же, посмотреть вообще было на него, я, конечно же, на стримах и на прочих вообще других движениях играл с данным устройством и полноценно остался очень сильно им доволен, я захотел просто записать полноценный видос отдельно, да, то есть выложиться на максимум и потом уже как бы все это дело прокомментировать. Сегодня посмотрим, что у меня получилось, как по мне, получилось очень круто и я, друзья, советую вам обязательно приобрести данное устройство, это одно из немногих, которое реально жестко нагибает, всего у меня пока что имеется только три адреналина, но если сравнивать их все три, да, то есть если посмотреть на эту пушку с той стороны, что есть устройства, на которых все-таки можно играть других, да, на этой пушке, то адреналин выражается еще более ярче, а это значит, что данное устройство имеет смысл быть и у него намного больше плюсов при игре на самой пушке, да и вообще при игре в матчмейке. Не знаю, возможно есть какие-то определенные моменты, когда можно его все-таки сменить на другое устройство, но, как по мне, сейчас адреналин на рикошете просто показывает какие-то невероятные способности и сегодня я вам это покажу. У нас получилось сыграть две каточки, да, сейчас я уже быстренько тут отправлюсь пикать, сыграл я одну каточку в контроле точек, одну каточку в TDM, очень хорошо, что получились эти катки две с примерно равными составами, да, то есть в последнее время, как вы знаете, я и на стримах говорил о том, что очень много боев, которые являются жестко турбосливными, либо жестко нагибающими, да, то есть ты либо заходишь и жестко тянешь, либо ты просто сливаешь в ноль и ты, ну, не успеваешь вообще ничего показать. Здесь получились катки с очень равными составами, цпшка там вообще в ничеечку закончилась, но не в этом суть. Главный акцент, конечно же, пойдет на рикошет. В чем же приоритет данного адреналина? У адреналина, по сути, до сих пор, да, то есть я, конечно, не заходил прямо сегодня на танки-вики, да, не смотрел на википедию и не чекал, появились ли сегодня уже рассказы и свойства, да, про данный адреналин, но до сегодняшнего дня, когда я заходил, может, там, недельку назад на википедию, никаких адреналинов и инфе по ним вообще у нас не было. Соответственно, что мы имеем? Устройства нет никаких минусов, абсолютно, вообще никаких, да, то есть если они даже и есть, то я их не замечаю, соответственно, для меня у данного устройства нет никаких минусов. Плюсы? Как только у тебя начинает снижаться хп, урон сразу начинает расти. В чем плюс рикошета, когда у тебя растет урон? В том, что у тебя, при том раскладе, то, что каждый шарик вылетает с повышенным уроном, да, то есть, например, там, на том же гауссе это может быть моментами вообще незаметно, то есть ты будешь выдавать абсолютно такое же количество выстрелов и, по сути, дополнительный, ну, как бы у тебя есть урон этот дополнительный, но ты никакого дополнительного плюса, по сути, не получаешь. То есть здесь с рикошетом ситуация обстоит следующим образом, то есть, соответственно, два, максимум, там, три шарика у тебя по пол хп, у тебя было пол хп, ты три шарика нанес, то уже, как минимум, на один шарик по противнику надо будет выдать меньше. Плюс, вы знаете, про баг с рикошетом, то, что бывает, у рикошета не наносится урон, да, то есть, моментами ты выдаешь шарик, так же самое, там, и на Тминсе это работает. О, это супер момент, короче, можете, как бы, его даже вырезать, это профессиональный врыв на мост и контроль карты, не знаю, там, отвлекся на какой-то момент, но полетел сочно, сочно, ну, как бы статус-то надо сохранять. Что я хотел сказать, то есть, на рикошете при половине хп у тебя уже минус один шарик, и с данным устройством на рикошете баги с тем, что у тебя не проходит урон на рикошете, значительно меньше. Я не знаю, с чем это связано, возможно, просто, когда поставили устройство на рикошет адреналина, да, то есть, этот баг может быть по фиксели, да, встречается, но очень-очень редко. Если играть на рикошете с любым другим устройством, то данный баг с нулевым уроном дополнительным, да, не то, что там в начале, когда танк респится, а вообще просто баг происходит, то, что у вас урон не носится, он значительно чаще встречается, когда вы играете без данного замечательного, интереснейшего устройства, поэтому это тоже, как бы, дополнительный плюс. Баги у нас и на Твинсе том же там встречаются, и на Арте встречаются, ну, неприятные моменты, когда ты должен там нанести большое количество урона, а у тебя урон не проходит. Поэтому адреналин в этом плане тоже очень играбельный. Что касаемо данного боя, прошло уже полкатки, говорить о том, что я тут нагибал и разваливал, ну, наверное, вообще не стоит, это все-таки хорек, который до сих пор не занерфлен, он нагибает, плюс у меня защитник. И рикошет с такой, с таким вооружением показывает себя, ну, максимально просто идеально круто, и реализация одного овердрайва дает тебе практически всегда плюс сто очков, да, если ты правильно все делаешь, то дополнительно ты еще и плюс 50 где-то процентов оверки себе набиваешь и спокойнейшим образом разваливаешь. Я думаю, что многие спросят у меня еще один момент, да, то есть вы знаете, что я раньше очень сильно хвалил рикошет с берсерком, да, и сейчас мы играем на рикошете с адреналином. Если сравнить данные два устройства, как по мне, что одно устройство, что второе устройство является играбельными в матчмейкинге, да, что берсерк, что адреналин, но если рассмотреть ситуацию с точки зрения то, что не всегда у вас получается убить противника, да, а на берсерке это 100% вам нужно, потому что баллон у вас просто закончится, и потом он будет очень-очень медленно восполняться, то здесь с адреналином у вас имеется и большое количество баллона, и плюс, когда он заканчивается, он восполняется тоже довольно-таки быстро. Соответственно, если вы, ну, не гонитесь там за киллами, да, а просто играете, просто пытаетесь нагибать, то адреналин в этом плане намного комфортнее и намного приятнее. Вам не надо думать о том, что вам надо там схавать какой-то килл, но берсерк на рикошете, я от своих слов не отказываюсь, очень хорошее, тоже интересное устройство на данную пушку, и по сути на нем тоже можно эффективно играть. Но сегодня суть у нас, конечно же, не один. Две минуты остается до конца боя, мы играем очень близко, очень близко. Давно у меня вообще не было таких боев, где я играл реально близко, и где моментами даже я ловил себя на мысли, что, блин, нифига себе, на станках появились наконец-таки бои, где есть нормальные противники, нормальные тиммейты. Но я был, честно, очень доволен тем, что мы-то чуть-чуть ведем, чуть-чуть проигрываем, интрижка есть, у меня очки идут ну просто бомбически, там уже 500-ка за полторы минуты до конца, и я понимаю, что вот она, вот она катка, и вот полноценный бой, в котором можно увидеть то, как показывает себя рикошет. Плюс, что я хотел бы еще добавить к рикошету, это не пушка, на которой вы можете комфортно себя чувствовать на дальних дистанциях, соответственно, такая карта, как мосты, моментами, ну хоть она как бы и средняя, но бывают моменты, где не совсем приятно и удобно использовать рикошет, да, то есть если бы карта боя была бы у нас, например, тот же сандал, песочек, там, или еще что-то, то эффективность данной пушки была бы еще больше, и еще эффективнее можно было бы ее использовать. Но тут же, даже и на мостах, все получилось очень даже неплохо. Остается 40 секунд до конца, мы проиграем 5-1, я уже ловлю себя на мысли, что скорее всего мы эту каточку проиграем, но вижу, что у меня есть овердрайв, вижу, что наши тиммейты забирают точки, и меня просто ловит хантер, прожимает овердрайв, и я в тот самый момент, когда мог бы прожать овер, реализовать его, забрать эту точку С, вообще не отдать ее противнику, и, соответственно, выиграть бой, ухожу на респ из... Это неприятнейшего овердрайва хантера, и, соответственно, к сожалению, данный бой мы не выиграем, но хорошо, что хотя бы его сыграли в ничью, может быть, там было бы чуть-чуть, чуть-чуть больше времени, мы бы эту точку дополнительно бы крутнули, да, там, видите, уже циточечка почти что у нас захватывалась. Но бой очень хорошо закончился, 550 очков, и это полноценно очень достойный результат для Хорната Рикошета, при том расходе, то, что это была равная катка, не было никакого турбо-нагиба, да, потому что бывает в турбо-нагибах, можно там заработать и 700, и 800, и еще больше опыта. Ну и тут у нас уже есть пик на ТДМочку. Карта Магистраль, как я уже сказал, не суперудачная карта для Рикошета, но, как вы знаете, я привык не перепикивать бои, если перепикивают, то это крайне-крайне редко бывает на видосах, поэтому имеем то, что имеем, пробуем делать максимум на данной карте. Также, боечек примерно равный по силам, это очень хорошо, возможно, имеет значение то время, во сколько я вообще записывал данный видос и записывал данную карту, потому что днем примерно, ну, нет каких-то там жестких им балансных команд, и, по сути, все примерно равненько, все ребятки стараются, все-таки сейчас у нас только недавно челлендж начался, поэтому полноценно все игроки, даже матчмейкинга, играют, бьют звездочки, и бои такие средненькие, хорошенькие получаются. Рикошетом играю чисто от вражеского респа, вообще не ловлю себя никакой мысли, что мне надо где-то там сейвиться или еще что-то делать, просто гоню вперед, пытаюсь забирать с танки противника, ну, что нужно делать в TDM, просто давить респ и кидать как можно больше урона, вижу овердрайв сверху, но уже вижу, как хорн это молот просто рвет туда свои когти и летит забирать мой овердрайв, полноценно понимаю, что овер у меня есть, рейса стреляют в спину, думаю, что скорее всего сейчас эта рейса выдаст мне еще один выстрел в спину, но все же прожимаю овердрайв и убиваю два танка и также улетаю на респ. По сути, реализация овердрайва была довольно-таки неплохая, три свои кила я забрал, но если бы не рейса, то я думаю, что бы еще пару-тройку киллов с этого овера можно было бы забрать. Дальше отыгрываю такую более сайвовую позицию, понимая, что хорн молот с овердрайвом не стоит особо рисковать и его сливают, полноценно можно уже выдвигаться вперед, набивать дальше киллы и тянуть свою команду, конечно же, к победе. По тихой противничке сдают свои позиции, у нас уже появляются определенные какие-то моменты, где мне удается выцепить дополнительные киллы, здесь забираю еще васпика, но отлично поставленная бомба отправляет меня на респ и, соответственно, я уже с новыми силами отправляюсь по левому флангу в атаку. Вижу, что падает золотой ящик и понимаю, что ребяточки просто формят себе кристаллики, а я двигаюсь вперед, конечно же, за дополнительными киллами. Меня интересует в этих боях исключительно победа, я вообще не смотрю, когда записываю видосы на какие-то определенные другие моменты, все-таки записывать видосы и гнаться там просто, знаете, как там за очками и говорить, что о, я набью там очки и у меня будет вообще все круто, это неправильно. Здесь интересует исключительно победа и меня, по сути, ну, никакие там голды вообще не могут отвлекать и как-то мне мешать. Я сконцентрирован, пытаюсь, стараюсь, но, как вы видите, ну, не особо что-то получается. Вы видите, сколько раз я ухожу на респ, сколько раз сталкиваюсь с какими-то неприятными ситуациями, ну, пытаюсь свои киллы как бы зарабатывать, идти вперед, двигаться и тянуть, тянуть, тянуть и еще раз тянуть команду в победе. Если же расценить вообще эту карту, да, то я себя ловил на одной мысли, что если бы я бы здесь бы одел бы того же Гауса с адреналином, то смог бы реализовать его намного, намного лучше. Мог бы отстоять от какой-то определенной позиции, да, вот как вы видите, только что я респался, там, Хорнета Гаус стоял перед мостом, по сути, я мог бы занимать примерно такую же позицию, либо прямо на мосту стоял бы и с Гауса бы накидывал урон в те точки, где противник респуется, где его большое количество, как вы видите, там, с правой зоны всегда практически по 2-3 танка имеется, и я бы закидывал бы этот нереальнейший большой урон с адреналинчиком на Гауссе, и вообще было бы просто сочно, когда бы можно было там бы с каких-то 15-20 секунд забирать по 3-4 килла, ну, плюс там, респы бы чуть везли, и было бы вообще все шикарно, поэтому Гауссе, думаю, что можно было бы на этой карте все-таки реализовать, но Гауса у меня не было, поэтому нужно было правильно использовать овердрайвы на рикошете, соответственно, дополнительные киллы, противник уже начинает потиху сдавать свои позиции, 20 киллов остается до конца, 2,5 минутки, и плюс один овер, халявный, почему бы и не забрать, забираешь овер, сливаешься из-за викинга овердрайва, и тут начинаются интересные, замечательные моменты, походу, прямо сейчас, где-то должна быть рельса с овердрайвом, которая меня должна отправлять на рельс, вроде как сейчас она выйдет, или же нет, а, нет, тут еще был бы мамонта рикошет, на которого я полноценно прожимаю овер, но пару-тройку здесь моментов были, а, вот она, рельса с овердрайвом, который мне очень сильно, знаете, как не понравилось, то есть я сразу заагрился на нее, думаю, не-не-не, подожди, дружаня, ты думаешь, что ты сейчас будешь тут всех респить, я вижу уже, где эта рельсочка находится, смотрю, хоп, прошел неплохой байтик, рельса пролетела, одна обманная развороточка, и рельса просто уходит полноценно на респик, у нас уже 60 киллов, ну и вот вам наглядный пример того, что делает Хорната рикошет с тем же рикошетом на мамонте с резистором, у меня адреналин, я понимаю, да, вы там скажете, защитник, там все дела, туда-сюда, сейчас еще, смотрите, гениальная миночка, подфандомленный танк и быстрый респ еще одного танка, по сути, я два респа, два респа мамонта рикошета вынес, ну тут у него 0, просто 0 хп остается, вы видите, да, мне там не хватает буквально с адреналином бы, если бы я чуть-чуть позже бы один шарик бы какой-то выдал, то его бы, я думаю, бы засчитал, даже без дополнительных выстрелов, и наглядно вам показывает этот момент, насколько жестче все-таки только одно устройство, только одно устройство, да, я не беру сейчас в расчет ни защитника, не беру в расчет сейчас ни дополнительно то, что у меня там была полноценная нарка, у него не было этой полноценной нарки, то есть только за счет одного устройства адреналина, я по сути наносил пол хп больше по резистному танку, только за счет того, что у меня хп сбавляется и урон становится больше, поэтому, друзья, если уж обращать внимание на адреналины, да, вы знаете, что сейчас их вышло на все пушки, если обратите внимание на все пушки и подумаете, то что, да, ну, там, например, там, Твинс какой-то, так как у меня адреналин нужен, да, и потом подумаете, что да, может вообще эти адреналины нужны, я вам скажу, рикошет это определенно та пушка, на которую стоит приобрести данное замечательное устройство, есть еще другие пушки, но сегодня о них я говорить ничего не буду, если вам, друзья, понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, как я уже сказал, 150 лайков набирается, выходит новый видеоролик игрового формата, также в комментариях к этому видосу обязательно напишите, что бы вы хотели увидеть в следующем видосе, возможно, какое-то интересное сочетание, возможно, новое какое-то устройство или еще что-либо, пишите, если видите, например, заходите в комментариях, что есть какое-то интересное уже вооружение написанное, ну, просто поставьте ему лайк, я оценю это и там уже выберу и запишу следующий интересный видос. Надеюсь, что вам он понравился, ну, реально зашел, да, у нас давно не было уже этих игровых видосов на основном аккаунте, я надеюсь, что мы возвращаемся и будет в ближайшее время довольно большое количество видеороликов по моей основочке. Звезда есть, пора записывать. Всем удачи, друзья, и всем пока.